Девушки отдыхают Сегодня мы будем заниматься настоящими бумажными карточками и извлекать карточки. Из этого дисплея здесь 36 маленьких лутбоксов, по 15 карт. Возможно, мы вскроем очень дорогие карточки, а также этот дисплей достанется кому-то из вас. Так что смотрите видео до конца, а я пока начинаю как можно быстрее, потому что я вижу, что вы уже не можете дождаться. Какая у меня замечательная карточка есть, друзья. Есть любители DC? Ну что ж, но мы здесь не ради нее, а ради вот этого дисплейчика. Карточки живут и поставляются рандомно в пачках по 15 карточек. И здесь 36 бустеров. Вот такая вот коробка. Мы не рекомендуем неподготовленным людям вскрывать миллион бустеров. Почему? Потому что все-таки эти бустерки не для того, чтобы получить карточки, а для того, чтобы поиграть там какие-нибудь драфты или силиды со своими друзьяшками там. Лучше, лучше бездумно их не вскрывать, потому что на вас может напасть лудомания. Ну что ж, первый бустер пошел. Так, как-то они в другую сторону лежат, чем обычно. Так, у нас лежат здесь сначала комончики. Они нас не очень интересуют. Таких карточек миллион. Комончики поинтереснее. О, и сразу же у нас мифик, друзья. Сразу мифик. В первом же вскрытом бустере у нас мифик. И это прекрасно. Давайте будем их откладывать отдельно, как наш такой самый ценный лут. Самый ценный лут. Также попадаются файловые карточки. Я думаю, если мы их увидим, мы обязательно продемонстрируем. По-разному бывает. Иногда дисплей, покупка дисплея себя окупает. Иногда себя не окупает. Отлично. Это вулканичный зал. Какой-то красный дисплей нам попался, друзья. Но он не особо много что стоит. Посчитаем в конце, хотя бы минимально окупились мы или нет. Прекрасная вампирша. О, здесь есть файлушка, друзья. Так видите, лишние карточки. Прекрасный арт. А еще у меня есть челлендж сейчас. Я хочу вскрыть какой-нибудь арт из наших русских художников. Отлично. Файловая карточка. Лишить основания. Файловая переваливающаяся наша первая файлушечка. Друзья, я же сказал, что мы разыграем этот дисплей. Я не обманул. Мы сделаем конкурс репостов. Он уже есть под этим видео. Переходите, участвуйте. Подписывайтесь на наших паблик. Там иногда опубликуем новые колоды. Интересные посты. И даже есть контент для донов. Если знаете, о чем я, подпишитесь. Мы выкладываем туда эксклюзивный контент. Ну так вот. Участвуйте в розыгрыше. И мы его разыграем 25-26 числа. А что же будет 25-26 числа на стриме? Друзья, Players Tour. Крупный турнир. Где будут крутые игроки. Крутые призы. И его будет комментировать Ильдар. Ильдарчик вам разыграет вот этот дисплей, который мы вскрыли. Но мы повышаем ставки. У нас есть еще один дисплей. Спасибо Wizards of the Costs. Разработчики этой прекрасной игры. Мы будем официальными кассерами этого турнира на русском. И прямо на турнире мы разыграем еще один дисплей. Но давайте Ильдар лучше сам вам расскажет о том, что будет происходить 25-26 числа. Всем привет. С вами Эльдарадио. 25-26 июля. А также 1-го августа на канале Win Condition вы сможете наблюдать в прямом эфире The Players Tour Finals. С комментариями на русском языке. Нас ждут выходные, насыщенные соревновательной магией. 145 участников, среди которых есть представители России и Украины. 14 раундов швейцарки и топ-8 по системе Double Illumination. 250 тысяч долларов призовой фонд. Wizards of the Costs. Вы старались порадовать нас этим замечательным событием. Не оставайтесь в стороне. Команда Win Condition разыграет два дисплея. Первый вы можете получить, участвуя в конкурсе репостов. Просто поделитесь записью о трансляции крупнейшего турнира по вашей любимой настольной игре у себя на страничке и получите шанс выиграть дисплей бустеров. Второй дисплей мы разыграем на трансляции для любителей спортивной магии. О том, как его получить, я буду лично ознакомливать вас на трансляции. Участвовать сможет каждый. До турнира остается меньше недели и есть повод насладиться профессиональной игрой на любимых колодах. Буду рад видеть всех. Ваш Эльдорадир. Спасибо Эльдарчику. Этот дисплей будет вас также ждать, а мы продолжим вскрывать бустерочки. Ну что ж, давайте. Как вы могли заметить, я постригся, а вот маникюра у меня сейчас нет. К сожалению, к сожалению, Денис тоже МТГшник, с которым я обычно делаю красивый маникюр МТГшный, чтобы он у меня был неплохой. Рар красный может разорвать лицо. Вот. Он сейчас переменил место работы, не могу к нему никак сходить. Старый лак у меня сошел, и я решил его снять. Не пугать вас. Не пугать вас. Да, друзья, мы же не только видосики снимаем, мы же еще... У нас есть паблик ВКонтакте, кстати. Подпишитесь на него обязательно. Еще файлочек, но правда это камончик. Патреоны там, подписки на Ютубе, Инстаграмы и так далее. Так что мы в последнее время начали их более-менее нормально развивать. О, хорошая девочка. Репринт. Ну и Рарка неплохая. Азуса, репринт очень такой древней, старой карты, которой любят Алды и все такое. Да, теперь мне более-менее не стыдно просить вас подписаться, потому что сейчас там появляется действительно или уникальный контент, который не будет в открытом доступе, какие-нибудь секретные техи, там обучение от Ильдара, он целый учебник пишет. А также мы выкладываем туда какие-то смешнявки, которые не вошли. Иногда они бывают в 18+. Вы понимаете, о чем я? Ну, просто мемы там. Шутки за 300, скажем так. Вот, также мы выкладываем туда контент раньше. Если вы хотите увидеть какую-нибудь колоду и начать ей играть раньше других, то самое время подписаться на наше спонсорство на Ютубе. Это удобно, потому что вы уже на Ютубе жамкнули и вы стали спонсором. На наших стримах у вас появятся наши венконовские смайлики. На Патреоне все то же самое, контент, который появляется раньше. А вот недавно ВКонтакте ввели донаты. Донаты. Так они это назвали. Ну, это примерно то же самое, что Патреон. Можно подписаться на наш паблик и, условно говоря, от 50 рублей ежемесяц нас поддерживать. И вы видите посты, которые выходят или только для донов, или которые выходят раньше на день, на два, на три. Ильдар за это взялся. И если раньше наш Патреон и наше спонсорство и вот эти донаты, они были, скажем так, чисто на вашу совесть, если вы хотите подписаться, вы нас поддерживаете, то теперь мы будем регулярно выкладывать туда какие-то дополнительные материалы. Возможно, то, что не выходит в основные ролики, если они получаются большими. Возможно, какие-то курьезы со съемок. Так что, если вам интересно влиться в наше комьюнити, то мы скажем вам огромное спасибо. Из бонусов также у нас есть отдельный чатик, где собраны все контент-мейкеры Вин Кондишена. Вы сможете задать им какие-то вопросы, спросить у них совет, и они вам ответят. Так что там ламповая атмосфера, пока не очень много людей, и нам очень нравится там общаться. Ну что ж, продолжим вскрывать. Я же знаю, что вы не хотите на меня смотреть, а хотите смотреть на бустерочки. Приятно шелушить. Хоть я вам и говорю, что лучше играть драфты, а просто так бездумно не вскрывать карточки, но не я совру вам. О, наш первый кот, друзья. Вы знаете, что я собираю котов, особенно файловых. Так что, если вы хотите порадовать лично меня, то присылайте. Анка... Ух ты, смотрите. Я не знаю, нужно посмотреть. Сейчас где-нибудь здесь появится картинка того, насколько эта карточка вообще дорога. Все ее полюбили, потому что у нее миллион режимов, а здесь она еще и файловая. И вообще, синие карточки, они обычно дорогие, потому что они лежат обычно в крутых колодах. Надо будет посмотреть. Вы-то уже знаете, потому что вы посмотрели на экране. А я вот не знаю, насколько крутой дисплей мне придется отдать подписчикам. Мой первый дисплей, рад его с вами разделить, друзья. Я бы с радостью с вами его подрафтил. О, киты, друзья, киты. Мобидик. Загнанный кит. Да, такой довольно странный рар. И еще одна файлушка. В последних выпусках выпадение файлушек... Частоту увеличили. Так что на дисплее вы получите теперь в среднем больше файлушек, чем раньше. Скелеты. Я смеялся на Дженни, который мне говорил, когда играешь в драфты, бери всех, которые дают. Дают 5, бери 5. Дают 6, бери 6. Они действительно очень хороши. Потому что здесь есть злые существа, которые с задницей один. И с ними позволяет разбираться. А также есть там синергия с заклинанием, которая дает смертельное касание. Еще прекрасный арт. Вы посмотрите, здесь сидят котики, друзья. Арт с котиками. И бычки. И вообще все замечательно на этом арте. Как карта так себе. Но как арт он божественный. Вот эти парни тоже. Ух ты. Ну давайте не будем говорить про анкамончики. Хотя на драфтах такого вскрыть не хуже, чем вот ангела-истребителя зла. Тоже репринт. Я пока еще не видел. Хотя сейчас вроде как в монобелах. Много белые колоды заиграли. Вот на Red Bull'е, который Женя играл. Прям в топ-16 прошел один. Мановайт. Мановайт. Прошу прощения. Мановайт. Ну, сама карта сильная. 5-5 за 5. Полет первый. На ней все есть. На ней миллиард текста. И она просто прекрасная. Со старым артом. Такой, какой был раньше. Неплохо. И еще одна файлушка. Но файлушка ничего из себя особо не представляющая. Поподробнее про вот этого вампира. Пекайте их всегда. Черно-зеленый, черно-красный, черно-белые архетипы. Чудо, как хороши в драфтах. Надеюсь, не знаю, как у вас в областях. В Москве более-менее уже разрешили. Еще один код. Прекрасный. Хочу таких файловых комплект, друзья. Пришлите мне. Уже более-менее разрешили играться. Grasp. Камончик. Раньше был он камончиком. Сильная карта. Не знаю, как у вас. А в Москве уже более-менее как разрешили. Играть в турниры. Ходим, играем в драфты. Шрайн пятицветный. Ильдар все грезит. Какой-нибудь колодой на шрайнах. Иногда у него даже это удается. Иногда даже на драфтах. Вот, смотрите, друзья. Здесь земельки выпадают необычные. Я не знаю, выпадают ли они файловые именно в обычных бустерах или только в коллекционных. Вот. Очень красивые. Очень красивые. Так, мы считаем, сколько мы мификов вскрыли. Мифик мы вскрыли пока только один. На дисплее определенное количество мификов. Идет. Сразу плэнс волкера вскрыли. Ух. Жалко, что в белом... Злая коса. В драфтах тоже дико двойное видение. Ну, пока ничего особенного на этой карте. Не замечал ее в ладере. Вот, друзья. Видите, вот. Все без монтажа. Кто-то из вас выиграет этот дисплей. Царственная кошка, друзья. Но я не знаю, если вы кто-то выиграете, если вы будете таким хорошим человеком, я надеюсь, что вы скажете, Бобров или Александр, я не знаю, как вы ко мне обратитесь, и скажете, забирай оттуда всех котов. Ты же так их любишь. Мы так хотим тебя порадовать. Я такой, спасибо, дорогой подписчик. Я так тебе рад. Дай тебе бог здоровья. Мужа тебе богатого. Или жену. Я не знаю, что лучше. Богатый муж или богатая жена. Как вы считаете? Пишите в комментариях. Вулканичный гейзер. И еще файлушка. И это дворецкий Лилианы. И еще одно двойное видение. Одинаковые рарки вскрываем. Нет, потому что бы хорошие дворецкие Лилианы. Но пусть будет дворецкие Лилианы. Я тут, кстати, зарегистрировал ТикТок. У Вин Кондишена. Вот. Я даже не знаю. Если вы молод душой и хотите поучаствовать, пишите в ЛС. Хотел бы снимать какие-то ТикТоки магические. Потому что там есть развернуться. Радха, сердце Келда. Играл против нее на драфте. И она меня победила. Хотим быть на гребне. Если вдруг вы молодой, перспективный и хотите снимать ТикТоки по МТГ, напишите нам. Друзья, это не шутка. Я не из тех, кто хейтит эту социальную сеть. И скажем так, если у вас какой-то трэш в ТикТоке, то это, извините, ваша проблема. У меня там в основном художники, попугаи, коты и какие-то музыканты. Потому что ТикТок очень четко просматривает вот этими нейросетями ваши рекомендации. И рекомендует именно то, чего вы достойны. Вот. Также у нас есть инстаграмчик, друзья. Ссылочки все в описании. А еще рекомендую подписаться на наш дискорд сервер. Мы там иногда проводим турниры с подписчиками. И там можно выиграть тоже какие-то ништяки. Так что подпишитесь, нам будет как минимум приятно, а вам полезно. Вы, кстати, рассказывайте, если вы уже тоже успели повскрывать там бустерочки, поуспели вскрывать прилизные наборы, насколько у вас ваша удача была к вам благосклон. Ух ты, смотрите, какой зверь. Ну, ничего не делает, но файловый. Так, первобытная мощь. Кое-где я даже, я видел, играют. Но здесь меня интересует альтернативный арт вот этого астророга Горука. Слушайте, если есть обычные карточки, такие файловые, но с альтернативным артом, наверное, есть и земельки. Будем искать их. И нужно посмотреть. Обычно, ну, одна земелька такая, вот как было в террасе. Вот эти вот файловые земельки, которые были из терраса, они примерно... Нет, они даже реже попадались. Они попадались одна на два дисплея. То есть на кейс-дисплее их было три штуки. Парень, которого пытаются играть в такой лёгонькой реанимации в стандарте. Иногда он очень удачно выходит, приводя с собой вместо себя, вернее, парня демона 5.5. Огненное освобождение, чары. Ну, это такое, йола. И файловый анкамончик. Много файлушек, друзья, много файлушек. Ну, это мифик. Ну, блин, я бы лучше плен сволкеров повскрывал каких-нибудь. На самом деле. Забытого чувства... Ух ты, друзья, потрясающая кошка с альтернативной рамкой. Ну, я уже говорил, если тот, кому достанется этот дисплей, я надеюсь, что он действительно истинный фанат вин-кондишена и всех котиков отсюда мне отдаст. Но я не буду наставить. Полёт, дух в УВ-флайерах опять прибыло. Конечно же, хотелось бы файловых таких. Во! И тут тоже есть кот. И женщина, которая генерит котов. И не знаю, попадётся ли нам токен, который она генерит. Такая вот интересная женщина. Но это не репринт, но это персонаж, который уже у нас был в магии. Вы можете посмотреть няшкин лор. Он там рассказывает про них. Так, берём карту и ставим прекрасную кошку. Надеюсь, что здесь будет токен, который она делает. Нет, здесь есть альтернативная земелька. Но я покажу вам этот токен. И база рикета у нас альтернативная. Не альтернативная, а эмблемка. Кстати, про плейнсволкеров. Вы же можете у нас не только выиграть лишь дисплей, но ещё идёт. Я думаю, это видео выйдет раньше, чем мы разыграем эти колоды. Мы их в пятницу разыгрываем. 24-го. Так что переходите по ссылочке или посмотрите видео, где мы делаем обзор на колоды новичков, колоды плейнсволкеров. И там у вас будет неиллюзорная возможность выиграть одну из пяти колод, которые мы тоже распаковали, обозрели и выложили. Кстати, как вам ковёр мой сегодня? Я в тот раз снимал на другом. В этот раз выбрал Аджани. Я даже его помыл. Я специально его постирал, чтобы он был... О, ещё одна Азуза. Ну, я, конечно, не против скрывать Азуз. Ну, хотелось бы что-нибудь более круто. Не знаю, какая сейчас самая дорогая здесь карта. Уджин файловый. Или Тефери файловый, вот этот новый. Нет, Уджина было бы неплохо вскрыть. Много альтер-артов. Вернее, альтернативных рамок. О, котик. Всем котикам котик. Мастикора. И... И чудо-гоблин. Чудо-гоблин. Но явно каких-то больших денег не стоит. Оп. 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 Так. Ну, что-то вообще мне не нравится. Ну, ладно. Чем меньше мы рарок сейчас хороших вскроем, тем вскроем им потом. Хотелось бы взять Уджина. Это вот дисплей сразу же окупается. И этот Уджин играется. Вот. Про вот эту карточку я вам говорил, когда она со скелетами играется. Когда скелет входит на поле битвы, в респонс на его триггер, вы даете ему смертельное касание. И этим одним хиточком вы можете убить даже гигантское существо. Варенки это, кстати, периодически мне не получается это сделать. Потому что второй такой, да? Вулканический спад у нас был или нет? Нет, там что-то другое было красное. Другое что-то красное было. Вот. И варенки я периодически прокликаю этот момент. Но когда я играл в жизни, там уж не прокликаешь. И там я прям по полной. Я брал четыре скелета, две таких штуки. И у меня получаются замечательные. Плеи. О! Исполнители злобы. Другие существа получают минус один. Нигде не видел его особо, чтобы он играл. Осталось не так много бустеров. У нас пошла третья треть, третья треть. У нас пошла. Вообще, чтобы окупиться, нужно покупать не один дисплей. Симулякор. Прям он очень приятный. Я даже играю в своем историке. Нужно покупать не один дисплей, а как минимум шесть. Чтобы у вас там по теории вероятности было нормальное распределение. И вы пона вскрывали себе чего-то хорошего. Но можно так же спокойно играть в драфты и не париться. Или купить и со своими друзьями поиграть какой-нибудь силик. Призрачный воришка. Ладно, у нас есть второй дисплей, который мы разыграем, друзья. Второй дисплей, он будет вас ждать. Он будет вас ждать. И если вы захотите, можно будет с нами на видео ее вскрыть. Опять дарах химика. Если не знаю, если вы вскроете такого файлового, я бы не отказался от такого подарка. Кто же кот, друзья? Друзья, присылайте мне файловых котов. Вот, а вот это, друзья, сейчас нас фокус до нас дойдет. Это всем котам кот. Всем котам кот. Карточка странная. Карточка странная. Не знаю, будет ли ее там играть. Скорее всего, нет. Но вы видите. Кстати, здесь на фоне коты с настоящих карточек. Как минимум вот это вот. Вот здесь ракатенькие. Это вот из икории. Ой. Автор Паул Скотт Канман. Спасибо тебе огромное за такой арт. Вот лично ты меня порадовал. Такого файлова тоже хочу, друзья. Но это если вдруг вы мне его пришлете. Я буду самым счастливым буратино на свете. Вот эти скелеты. Про вот этих скелетов я говорил. Напомню прям. Димонюга. Озя. Карточка, которая сейчас и в стандарте будет играть. И играется в старших форматах. Файловое болото. Но без альтернативного вот этой рамки. Отложим его тоже. Интересно. Попадаются ли здесь базики с... Реплентозавр. Господи. Ну, везде его пихают. Он теперь у нас действительно... Появился недавно. Но в таком количестве сетов побывал. Сделали бы уже у него какой-нибудь другой арт. Лановарец плюс Визионарий. На драфтах всегда пекаете. Очень сильная карточка. Не подробоваться. Виден котел. Практически котопечка. И это... Слушайте, я не помню. Это дочка или супруга Тефери? Субира. Субира. Нет, это, по-моему, дочка у него в этом сете белая-синяя. А супруга... Да, погонщица слонов, каравана. Он там с ней затусил. И у них появилась дочка с пупочком. Это, если вы не знали, то... Такая вот Санта-Барбара. Происходит в этой вашей самой нашей магии. Ап, Толиды. Тоже хорошие карточки. Ремовал камончик, но... Очень... Ух ты, а что? Почему здесь как-то... Ух ты, мы вскрыли хорошую карточку. Смотрите, значит, оно... Альтернативные арты могут быть в слоте файлушки. То есть у нас в бустере может быть до двух рарок. Может быть и трех, если бы была в фалушках. Так, еще здесь кошка. Из той женщины, которая гонит. Так, сначала это. Сущность струнового крыла. Даже играет сейчас в стандарте в ОРках, потому что, ну, можно сыграть его за две фактически. А это очень ценно, чтобы набить себе стату... Ну, не стату, а темп, темп, темп. Стаксовая женщина. Не помню, как она выглядит в реальной жизни. Вернее, не в реальной, а с оригинальным артом. Вот. Ну, такой стакс, чтобы кто-то не выходил из грыва. Если не являющаяся фишкой существа, должно выйти на поле бита. И оно не было разыграно как заклинание. Сгоните его вместо этого. То есть... Котопечку это контрит? Там как сказано? Нет, подождите. Оно было... А вот я даже не знаю. Вот котопечку контрит это или нет? Понятно, что всякую реанимацию, которая тянет из грыва, это контрит. И изгоняет. А вот котопечку. Все-таки, по-моему, кот разыгрывается, но как стоимостью... Там сказано, разыграй это заклинание за еду. Я не помню. Где где-нибудь появится картиночка? Вот. И вот этот вот прекрасный арт с котом. Я не знаю, есть ли такие токены файловые, но он был бы мне очень-очень приятен. Так, осталось у нас совсем немного бустеров. Этот и еще четыре. Бабушка прикольная. Мужик. Ну, слушайте, ну по мификам более-менее нормально. Репринт. Тутора. И, как говорят едыхашники, это худшие из хороших черных тутеров. Ну, потому что у них там есть и поменьше маны. Но три маны это еще нормально. И оно кладет сразу в руку. Так что, такие карточки очень цены. Так, здесь есть файлушка. И это всего лишь файловый обветренный утюг. Хотя едыхашники, не едыхашники, а пуперисты. Извините, друзья. Пуперисты спутал божий дар с яичницей. Были бы ему рады. Там, по-моему, играют этими земельками, которые генят хиты. Если я не прав, пуперисты, пишите гневные комментарии. Играет даже в стандарте. Сейчас я взял. Чтобы выполнять ручку и золотить ее. Ап. Ух ты. С альтернативной рамкой знаменосец Лилианы. Зумби-рыцарь. Ну, я не знаю. Фановую деку на зомбях можно вполне себе собрать. Вообще, обычно, все эти базовые выпуски, они для чего делают. Допустим, сюжета нету, и ты можешь, типа, репринтнуть какие-то карточки, которые вообще не вписываются. Не париться там сортами. Художники любят базовые выпуски, потому что можно особо не привязываться к сету и творить во всеуслышание. И как вам хочется. Ну, вот. Ну, и обычно там карточки не особо с таким повар-левелом, но здесь они постарались, друзья. Ну, два бустера. Ну, вскроем мы еще двух Уджинов файлового и обычного. Или с альтер-артом в этих бустерах. Ап. Ап. О, хорошая карточка. Героическое вмешательство. Во-первых, котик. Из-за эфирного бунта. Здесь Аджани героически вмешивается и мешает всем. Вот. Внезапно он какое-то время взлетел и стоил каких-то лютых денег. Но сейчас он подешевел. И, друзья, да, друзья, я буду мыть, друзья. Нам попалась... Ладно, гора. Но то, что нам попалась вот такая вот красоточка. Друзья, я того, кто будет этот дисплей выигрывать и получать, я надеюсь на его ответственность и то, что этот котик достанется мне. Но опять же, опять же, все по вашему... Вот. Этому дисплею я ставлю твердую четверку с плюсом по котячей тематике. Здесь есть достаточное количество котиков. Так. Последний бустер. Последний бустер. Он трудный самый. Друзья, этот дисплей мы разыграем. Он не мне, не в мои грязные руки достанется, а кому-то из вас. Ап. Немножко потянем, потянем. Еще один такой парень. И ап. И это гоблин. Гоблин, которого любят еды хашники. Не самая плохая карточка, но у Джина мы не всклили. Ну что ж, у нас есть еще второй дисплей, друзья. Мы его разыграем 25-26 числа и все у вас будет хорошо. Ну то же, давайте посмотрим и посчитаем вообще все добро и счастье, которое мы здесь вскрыли. Итак, что у нас по рарам, друзья, которые у нас попадутся в этом дисплее и достанутся одному из наших подписчиков. Довольно много хороших, но прям вот того, что это принтеран из денег, нет. Есть коты, есть земельки, две азузы почему-то. И вот то, что у нас по рарам. Дальше, дальше. То, что нас вообще интересует. У нас 5 мификов. Делай раз. Делай два. Делай три. Делай четыре. Делай пять. Про вот эти я... О, нет. Я, пардон, я обманул вас. Это не мифик. У нас всего лишь 4 мифика. Обманул вас. Про вот этот я ничего не хочу сказать, но вот эти 3 мифика хороши. Чандр, потому что плэнсволкеры это всегда хорошо. Ангел, потому что ангел. И гримтутер, кладите ее в свою едыхашечку. Если демониктутер у вас не хватает денег, то вполне себе можно. Вот. У нас один альтер-арт. Вот этой женщины. Полноформатной. А также файлушечки и просто альтер-арты. Те, кто собирает, допустим, вот эту штучку. Я не знаю, к чему ее отнести. Я бы на самом деле ее отнес даже к мификам. Потому что она файловая и хорошая. Дальше команушечки, команушечки, земельнички, рарки с альтернативным артом. Рарки файловые, друзья. Это хорошо. Такие дела. Ну что ж, давайте подводить итоги. Такое вот богатство мы сегодня открыли. Оно достанется одному из вас. А также вот этот дисплей, который мы разыграем 25-26 числа на стриме Players Tour вместе с Эльдаром. Возможно, еще что-нибудь разыграем. Так что действуйте. Переходите по ссылкам. Подписывайтесь на наши все соцсети. Становитесь донами. Становитесь патронами. Становитесь спонсорами на ютубе. Люблю вас. Целую. Дальше. Больше. И круче. Любите магию. Будьте клевыми. И вы найдете свой. Вин кондишен.